В северные районы Сирии, провинция Идлев, здесь живут в основном мусульмане-суниты. Часть из них не скрывают, что занимаются контрабандой. Через границу везут продовольствие, одежду, солярку, наркотики. Город Идлев называли Бабхауа – ворота ветра или ворота на запад. Когда начались волнения, через эти ворота стало выгоднее возить оружие. Оружие, деньги поступают из ряда стран, в том числе стран Просидского залива, из Турции, на финансирование деятельности оппозиции. Это война, разжигаемая извне. Это не слухи и не сплетни. Это данные, которые я получил от своих коллег, послов арабских стран, и данные, которые нам сообщают наши катарские друзья. Эти ружья, дробовики, гранатометы, патроны произведены полгода назад в США. Есть и новенькие европейские обрезы. Попытки армии лишить контрабандистов прибыли и перекрыть этот канал разозлили без того не самое богатое население провинции. Итог. Каждый день сообщения о нападениях на блокпосты – десятки убитых, похищенных и казненных солдат. Против армии воюют дезертиры и наемники, судя по паспортам из арабских стран – Ирака и Ордании. Есть афганские и пакистанские пуштуны. Себя они называют «свободной сирийской армией». Говорят, что базируются на территории Турции и настаивают на закрытии воздушного пространства над Сирией. Первая вылазка – нападение на военно-воздушную базу под Дамаском. Дальше – еженедельные атаки и отчеты на своей странице в интернете. Убиты 9 солдат, полицейских. Убиты 17 офицеров. Атакован военный патруль. Более 70% сирийцев – мусульмане-суниты. У власти стоят алавиты, 10% – христиане. Есть друзы – исмаилиты, шииты. Сирия поддерживает ливанское движение Хизбалла. Тесно общается с Ираном. Имеет спорную с Израилем территорию – голландские высоты. Восточнее Идлиба, также близко к Турции, находится Алеппо. Он всецело на стороне действующей власти. Большинство жителей – суниты. Почти у каждого есть свое дело. Небольшой магазин, который предавался по наследству не одного поколения. Для мелких торговцев стабильность – залог финансового благополучия. А потому демонстрации, если и проходят, то в поддержку президента Асада. Слева от Идлиба – алавитский город Латакия. Родина Башара и его отца Хафиза Асада. Символично, что в марте этого года суниты пытались поднять здесь восстание. Действие разворачивалось в так называемом палестинском лагере. Эти государственные земли были выделены бесплатно 7 тысячам беженцев. Но на лакомом месте обустроились еще 110 тысяч малоимущих. Район нищий, канализация выходит в море, на улицах мусор. Малограмотное население почти не работает, занимается воровством. Я хочу работать в государстве, хочу, чтобы мне больше платили. А образование у вас есть? Ну, в школу ходил, поручился до 4-го класса и бросил. Обработка людей в этом районе начинали в мечетях и играли на религиозных чувствах людей. Алавитов призывали вырезать. Христианам готовили более гуманную участь, хотели отправить их в Бейрут. А сунитам требовали отдать всю полноту власти. Начались демонстрации. Толпы с палками и арматурой в руках нападали на тех, кого считали неправоверным и избивали до смерти. Преступления приписывали армии и полиции. А убитых называли оппозиционными жертвами режима, о чем сообщали на весь мир через средства массовой информации. У полиции был приказ не стрелять даже для самообороны, поэтому в первые дни почти все раненые, кто к нам поступил, это были стражи порядка. У многих огнестрельные ранения было и много погибших. Потом пошел поток гражданских с тяжелыми побоями. На следующий день поступил обстрельный армейский конвой. Когда доставили солдат, по больнице открыли огонь. Нас обстреливали часов в пять без остановки. Мы не могли даже выйти в соседний корпус, где хранятся запасы крови. Это одна из двух машин скорой помощи, которую пытались не пустить в неспокойный район Рам-эль-Фалестиния. Неизвестные открыли по ней огонь. Несколько пуль прошли насквозь и разбито стекло. Погибли 10 сотрудников больницы. У нас по улицам на коне разъезжал самозванный эмир. Призывал всех кричать «Аллах велик!», проповедовал, что каждый выкрик помогает убить одного солдата Алавита. Здесь едва не началась межконфессиональная резня. Месть за погибших. Но люди быстро сообразили, что их стравливают, и стали, наоборот, объединяться. Впервые сирийская армия использует военные корабли, чтобы обстреливать портовый город Латакия с моря. Огонь ведут и танки, добавляет катарская Аль-Джизира, и приводит цифры десятки погибших мирных людей. Мы слышали стрельбу, и я вот с балкона как раз наблюдала, здесь был военный катер. Не было никакой стрельбы из катеров, из танков. Там, я не знаю, что еще говорили, что бомбы кидали. Ничего такого не было. Мирные жители, которые не ушли, сидели дома, потому что на улицу было выйти невозможно, велась непрерывная стрельба. И вот как раз военные им помогали. Как раз кто там чем нуждался, если к ним обращались, они приносили там хлеб, воду, молоко детям, я не знаю, что еще. Женщин и детей до начала зачистки выпускали по удостоверениям, рассказывает очевидец событий Елена. Им предоставляли на сутки бесплатно отель и еду. Повстанцы тоже пытались бежать, переодевались в паранжу, но их быстро вычисляли. Оставшиеся минировали дома и улицы. Самодельные бомбы прятали под кучами мусора. Работы саперам хватило на несколько дней. Это вообще безобразие. Мы настолько возмущены. Мы хотим, чтобы показали правду, кто убивает, почему убивает. Что сирийская армия никого не убивает. Сирийская армия нам помогает жить. Если бы сирийская армия нас не защищала, неизвестно, что бы с нами было. Город Баньяс. Еще один очаг волнения, где в марте этого года пытались стравить людей разных конфессий. Убийц брата университетского профессора искали полстраны. Мой брат христианин жил в деревне. Выращивал помидоры и продавал их на базаре. В тот день на автостраде у Баньяса появились бандиты и стали стрелять. Его ранили в бок. Потом стали бить. И все это снимали на камеру. Эти изверги были вооружены. Все побоялись заступиться за моего брата. Потом они стали резать его на куски, живого. До сих пор не могу поверить, как такое возможно. Это неледи. У них нет родины. У них есть цель разжечь войну. Мы нашли его у трансформаторной будки спустя 18 часов. Но было уже слишком поздно. Город Тартуц. До 70-х годов это был обычный торговый форт. Потом здесь построили военную базу. И сегодня это остается единственная российская военная база во всем дальнем зарубежье. Раньше наши корабли были здесь частыми гостями. Сегодня заходят все реже. В городе много наших флагов. Каждый второй говорит по-русски. Это один из самых тихих и спокойных на сегодня сирийских городов. Я очень рад. Ощущение, когда за спиной стоит. Они принимают силы, защищают Сирию. Напротив Америки, Израиль, Турции, другая сторона. Соединенные Штаты пытаются вытеснить Россию из этого региона. Смотрите. Тартус – это единственный порт, который принимает российский флот на Средиземноморье. Не будет его, ваша страна будет закрыта в пределах Черного моря. Они стараются рассорить Россию и Сирию. Тогда у Москвы совсем не останется друзей на Ближнем Востоке. Адамаск по их плану должен будет просить покровить со Соединенных Штатов, как это сейчас сделал Бахрейн. Толпа подбежала за мной, человек 15, в форме и все. Они начали заламывать мне руку. Один начал бить мне в живот. Били они жестоко. Ударили по спине. Три удара пришлось мне вот сюда по голове. Российский посол в Катаре вспоминает, как на выходе из аэропорта его избивали местные таможенники, пытаясь отобрать и просветить депочту. Отслоение сетчатки, сотрясение головного мозга и сильные ушибы. Дипломат считает, что провокация связана с позицией России по Сирии. За этим стоят, естественно, салафиты, братья-мусульмане и их идейный, так сказать, вдохновитель Юсуф Кардава. Начали появляться статьи, в которых призывались высылать российских специалистов, бойкотировать товары из России и Китая именно из-за Сирии. И там же он призывал к актам насилия против российских граждан. На стороне Башара Асада сегодня все сирийское побережье. Такая же картина на востоке страны, хотя в августе проблемы возникли в городе Дер-Иззор. Это центр добычи нефти на границе с Ираком и центр контрабанды. Роскошные виллы рядом с разваленными хижинами, разбитые дороги, плохо работающие очистные сооружения, нехватка воды, хотя город стоит на реке Ефрат. Мы планировали протестовать, устраивать мирные демонстрации, но по нам стали стрелять люди в масках. Было очень страшно. Помощь самих горожан позволила справиться с боевиками в Хаме, городе, который традиционно считался оплотом братьев-мусульман. В 1982 году они уже поднимались здесь в вооружённое восстание, которое Хафиз Асад подавил танками. Были тысячи погибших с обеих сторон. Братья-мусульмане изначально не были настроены на диалог. Они взяли в руки оружие. Это религиозные фанатики, которые не хотят реформ. Они хотят свергнуть режим, ликвидировать современное гражданское государство и создать Исламский Эмират. Летом этого года всё началось с нападения на полицейский участок. Сожжённые уголовные дела, разгромленный суд и расстрел офицерского клуба. Сирийская армия выводит войска из города. Мэр утверждает, ситуацию удалось взять под контроль. На улицах оставили только блокпосты. На тот случай, если вооружённые противники власти попытаются сюда вернуться. В Хаму они не вернулись. Пробираясь вглубь страны из Идлиба, боевики обосновались в Хомсе, близко к ливанской границе. Оружие и боеприпасы перебрасывают сюда по подземным туннелям. Мишенью снайперов становятся таксисты и случайные прохожие. Жена Гасана, украинка Надя, погибла также от выстрела. Пуля попала прямо в сердце. Из последнего дома, я даже точно могу сказать, что дом этот дом. С левой стороны слышу выстрел один. И она сзади сидит и говорит, ах. Я сзади думал. На одной из улиц мы встретили группу христиан и оловитов. У каждого кто-то похищен или убит. Зверства и издевательства боевики снимают на камеры мобильных телефонов. Присылают записи родственникам и выкладывают их на видео хостинги. Материала накопилось на целый диск. Мой брат работал водителем автобуса. Его остановили на дороге. Сказали, что он оловит. Выкололи глаза, а потом перерезали горло. У меня похитили брата. Ночью боевики вырвались в дом и стали его вытаскивать. Все это было на глазах его 17-летнего сына. Мальчик попытался защитить папу, отбить его, но они выпустили в него 17 пуль. Портрет президента и флаг, чтобы никто больше не мог выдать их слова за рассказы о зверствах режима. А такие случаи, по их словам, были и не раз. Зайна Пальхас не узнал о том, что ее якобы похитили и убили военные за оппозиционную деятельность брата из выпуска новостей телеканалов Аль-Джизира и Аль-Арабия. Показали мою фотографию. Сказали, что меня арестовали. Потом солдаты били меня, расчленили, сожгли мое тело и прислали останки моим родителям. Но я жива. Все, что показывают в этих новостях, сфабриковано. А это видео выдавали за подавление оппозиции в Хомсе. Но судя по форме полиции и простому поиску в любом видеохостинге, снято оно в Бахрейне. У Аль-Джизиры в Катаре есть свои съемочные площадки, студии, где они воссоздают главные площади больших городов, например, Хама и Хомс. Та же самая технология использовалась и была отработана на Ливии. Только в сирийском варианте они допускают много ошибок, которые легко заметить экспертам. Бывает, что плакаты просто нарисованы на компьютере. Где-то показывают демонстрацию в поддержку президента, а звук подкладывают другой, с антиправительственными лозунгами. А вот сюжет о 12-летнем мальчике, убитом в Хомсе. Если внимательно посмотреть, видео снято в трех разных местах. В каждом эпизоде увечья разные. Судя по всему, они использовали три разных тела. Гражданской войны на сегодняшний день нет. Нет открытых выступлений народа против народа. Есть группа совершенно 100% вооруженных людей. Они, может быть, сирийцы, может быть, иностранцы. Они вооруженные. И против них выступает армия. То есть это фактически не гражданская война. Это борьба государства с теми безобразиями, которые происходят внутри. О кровавых репрессиях Асада не перестает говорить и лидер зарубежной сирийской оппозиции Бурхан Гальюн. Впрочем, в самой Сирии даже противники власти его не признают. Сирийский интеллектуал, который проживает постоянно во Франции. Представляете, глава оппозиции внешней проживает постоянно уже 40 лет не в Сирии. Я вообще думаю, такой человек, как может быть связан с сирийской обстановкой, как он может ее понять. Зарубежная оппозиция создала Сирийский национальный совет по аналогии с ливийским. Со штаб-квартиры не в Сирии, а в соседней Турции, Стамбуле. Военным крылом этого совета стала свободная сирийская армия. Этот альянс уже признали Франция, Испания и Ливия. Триполи даже объявила о готовности сотрудничать, послать добровольцев и оружие для борьбы с режимом Асада. В двух случаях это Ливия и Сирия с самого начала событий псевдо- или так называемые демократические силы применили оружие против режима. В двух этих случаях Соединенные Штаты были заинтересованы. Здесь видно, кто-то подумал, не кто-то, а конкретные люди подумали, что нужно, в общем-то, повторить ливийский сценарий, но уже не путем вооруженного прямого вмешательства. Мы не позволили с Китаем это сделать, принять аналогичную резолюцию, а просто сменить режим. Катар является консервативной монархией. И смешно, когда Катар призывает создавать демократические институты, парламент, партии в той же Сирии или в Египте, у Катара нет ни парламента, ни политических партий. Это страна, где абсолютная монархия, консультативный совет, 25 человек, это квази-парламент, назначается эмиром. Конституция фактически, почитайте, это ничто. То есть, что хочу, то и ворочу. Это карлик с амбициями гиганта. Причем между Катаром и Сирией были прекрасные отношения. Эмир и наследный принц, его старший сын, он называл президента Башара Асада братом. Пока не зажгли вот эти все американцы, братья мусульмане, не начали во главе с этим Кардау, не начали разжигать через Джезиру. Я сам по телефону слышал, он даже не стеснялся, человек уже, видимо, пожилой, я-то арабский хорошо знаю, он это говорил. Джезире давайте еще, давайте, давайте указание, чтобы она еще работала. Организация Объединенных Наций примерно раз в две недели поднимает цифру погибших в Сирии на тысячу человек, ссылаясь на данные некой сирийской правозащитной организацией, штаб-квартира которой в Лондоне. Только вот имена погибших ее сотрудники просто выписали с телефонного справочника. Но при первой же проверке многие из этого списка воскресли. Мы с коллегами нашли этот телефонный справочник и начали прозванивать номера. Люди снимали трубки и очень удивлялись тому, что оказались в списках погибших ООН. Так мы проверили 40 человек подряд. Везде одна и та же картина. Сирию исключают из Лиги Арабских государств, вводят жесткие экономические санкции. Куздеп США называет президента Асада сначала нелегитимным, а потом умалишенным и также требует его немедленной отставки. А катарский мир грозит военным вторжением войск ООН. Мы понимаем, что они от нас просто так не отстанут. Но даже мы, дети, вступимся за родину. Да я сама пойду воевать. Центр Дамаска. Тысячи сторонников Асада на одной из центральных площадей. Люди самые разные. Интеллигенция, рабочие, средний класс, студенты и даже школьники. Массовые демонстрации поддержки в Тартусе, Латакии, Алеппо, даже в Хомсе. Люди на улицах открыто скандируют. Только Бог, Сирия и Башар. И благодарят Россию. Шукар Русио! Я не думаю, что в основе нашей позиции лежит какой-то меркантилизм, если хотите. Не думаю. Потому что та же сирийская оппозиция, которая была в Москве, они говорили, что вы учтите, что если мы придем к власти, то мы сохраним в неприкосновенности ваши все интересы, если вы нам поможете. Наша позиция, она, во-первых, продиктована тем, как мне кажется, что мы поняли, что нас обманули в Сливии. Было бы смешно даже думать о том, что мы повторим это дело с Сирией. 12 декабря в Сирии прошли выборы в органы местного самоуправления с участием оппозиции. Можно сказать, что это одна из первых принятых реформ в действии. На февраль намечены парламентские выборы, а через год по плану президентские. Но состоятся ли они, во многом зависит от того, кто и как решит разыграть сирийскую карту. Наши орды в Сурии.